всем привет новый симулятор новая боль поехали а 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 начнем с покупки на сегодняшний день данный симулятор можно приобрести в стиме или же совершить оплошность и сделать как я приобрести его непосредственно у майкрософта симулятор доступен в трех вариантах издание стандарт по цене 59 долларов 99 центов издание делюкс цена 89 долларов 99 центов и издание премиум делюс стоимостью 119 долларов 99 центов итак первый квест от майкрософт какое же издание приобрести но он наверное надо почитать про каждое издание и сравнить их начнем издание стандарт ну что описание достаточно скромненькая давайте посмотрим что там в разделе больше особо ничего прочитаем это новое поколение в самой популярной серии авиасимуляторов вас ждет множество детально воссозданных воздушных судов от легких самолетов до широкофюзеляжных авиалайнеров невероятном живом и реалистичном мире составьте свой маршрут и отправляйтесь в любую точку земного шара летайте в любое время суток и готовьтесь противостоять всем капризом погоды в реальном времени ну отлично насколько я понимаю издание стандарт это сугубо сам симулятор чем же отличается издание делюкс так здесь описание также достаточно скромно и непонятно и может быть в разделе больше тот же самый текст и немножко добавлено издание делюкс эдишн содержит все самолеты из базового издания и добавляет еще пять достоверно воссозданных самолетов с уникальными летными моделями а также еще пять аэропортов созданных вручную какие самолеты именно какие именно аэропорты почему я должен доплачивать за эти самолеты непонятно посмотрим издание премиум делюкс все тоже знакомая нам краткое описание переходим в раздел больше все тот же краткий текст издание содержит уже десять достоверно воссозданных самолетов с уникальными летными моделями а также 10 аэропортов созданных вручную то есть в два раза больше чем в предыдущем издании при этом опять же не указано о каких самолетах идет речь о каких аэропортах идет речь загадка квест продолжается но может быть в разделе сравнения выпусков нас ждет более подробная информация но нет как мы видим делюкс отличается сугубо наличием делюкс апдейт а премиум делюкс отличается наличием делюкс апдейт и премиум апдейт оказывается для того чтобы понять чем же отличаются издания необходимо выбрать интересующее вас издание перейти в раздел обзор и прочитать описание при этом самом стандартном издании даже не указаны те самолеты которые есть в симуляторе по умолчанию при этом присутствует как по мне абсолютно ненужная информация посмотрим описание издания делюкс здесь уже побольше текста указано что нас ждут более 2 миллионов годов полтора миллиарда зданий настоящие горы дороги деревья реки животные и движения в небе интересно в стандарте всего этого нет и так дополнительные воздушные суда два даймонда 1 бичкрафт барон cessna 152 и cessna 172 дополнительные аэропорты уникальные схип холл амстердам нидерланды международный аэропорт каир египет кейптаун юар охара чикаго сша мадрид барахас имени адольфо суареса испания обзор издания премиум делюкс воздушные суда два даймонда бичкрафт барон две цесны боинг 787 цирус пипистрель цесна и злин аэропорты амстердам каир кейптаун охара мадрид барахас дэнвер дубай франкфурт хитроу сан-франциско при этом все также остается вопрос какие же воздушные суда на ждут в стандартном здании симулятора посмотрим на минимальные требования к системе операционная система windows 10 сборки не ниже 18 362 архитектура x64 direct x версия 11 оперативная память 8 гигабайт видеопамять 2 гигабайта процессор intel i5 4460 или амд risen 3200 графика nvidia gtx 770 или амд рода он rx 570 это минимальные требования какие же рекомендованные требования все та же операционная система windows 10 direct x без изменений 11 оперативная память 16 гигабайт видеопамять 4 гигабайта процессор intel i5 84 2 0 или амд risen 5 1500 x графика nvidia gtx 970 мд рода он rx 590 и казалось бы какие незначительные требования к системе данного симулятора но как бы не так на самом деле рекомендованные как указано на сайте я бы назвал минимальными дополнительные порты меня не интересуют предлагаемые дополнительные самолеты также подожду выхода что-то более качественного например боинга от компании bmdg поэтому я выбираю издание стандарт подведем итоги информация на сайте ужасное если вы никогда ранее не сталкивались с авиасимулятором то сделать выбор из предлагаемых трех вариантов очень сложно что мешало разработчикам представить информацию более полной интуитивно понятно и сделать нормально понятную таблицу сравнений неизвестно системные требования значительно занижены да возможно симуляторы запустятся на машине с указанными минимальными требованиями но это будет не полет а сплошная попа боль а от невероятно живого и реалистичного мира не останется и следа стоит ли покупать данный авиасимулятор какое издание приобретать решать безусловно вам если для вас это первый шаг в мир домашнего воздухоплавания не спешите попробуйте альтернативы тот же препар 3d или explain на сегодня все в следующей части мы посмотрим на процесс установки симулятора что этот симулятор из себя представляет ознакомимся с настройками и его возможностями подписывайся на канал ставь лайк пока